Hi guys! The theme of our lesson Articles and Nouns. Тема данного урока – артикли и существительные. На данном уроке мы с вами рассмотрим понятие существительное, его виды, исчисляемость и неисчисляемость, а также когда использовать определенный артикль the и неопределенный артикль a. Let's begin. Тенал. Существительные. A word expressing substance in the widest sense of the word. Open your copy books and write down the date and the theme of our lesson. Как и в русском языке, в английском языке существительные подразделяются на две главные группы. Их называем proper and common in English. Proper. For example, London, John, Monday, May. Другими словами все слова, которые мы пишем за главные буквы. Common divided into four groups. Как и в русском языке, так и в английском языке существует рода. Род. Мужской, женский и нейтральный. В русском языке мы называем его средним. В английском называется neutral. Женский род в английском языке называется feminine. А мужской – masculine. masculine. For example, he, man, boys. Family. For example, women, girls. Neutral. It is things. And sometimes animals. When we don't know their sex. Most nouns describing people have the same form, whether they are male or female. Большинство существительных, описывающих людей, имеют одинаковую форму вне зависимости от их рода, мужского или женского. Например, teacher. Student. But some nouns have different forms. Но некоторые существительные все же имеют разные формы. For example, actor – actress. Waiter – waitress. Widower – widow. Prince – princess. Duke – duchess. Groom – bride. Host – hostess. И так далее. На данном слайде вы видите способ образования существительных. Существительные, образующиеся с помощью суффиксов. For example, ear or air. For example, walker. От слова work – работать. С добавлением ear – суффикса. Образуется новое слово walker – рабочий. The most common prefixes. Самые распространенные используемые приставки. For example, record, dismiss, over, under, sub, inter. Undercover, for example. Undercover – прикрытие. Under – под. Cover – покрывать. Образовалось новое слово прикрытие. Undercover. Compound nouns. One word, for example, classroom. Two words, for example, city player. And hyphen. For example, game tester. Как и в русском языке, в английском языке существительные бывают исчисляемые и неисчисляемые. Nouns can be countable and uncountable. Countable – denote things that can be counted. Uncountable – denote things we can't count. For example, мы можем посчитать количество людей, но не можем посчитать количество молока. Milk – it is uncountable. Man – it is countable. Can take singular and plural verbs for countable. And always take singular verbs for uncountable. Some problems with uncountables. Некие проблемы с неисчисляемыми существительными. Some nouns are uncountable in English, but countable in Russian. Некоторые существительные являются неисчисляемыми в английском языке, но являются исчисляемыми в русском языке. И при переводе иногда бывают затруднения. For example, advice – совет. News – новости. Новость. Money – деньги. Information – сведения. Progress – успех. Travel – путешествие. Trouble – проблема. Hair – волосы. Success – успех. Toast – гринк. Applause – аплодисменты. Knowledge – знание. Evidence – признак. Spaghetti – спагетти. Failure – неудача. Fruit – фрукты. И так далее. Some problems with uncountable. Some nouns can be used as countable or uncountable with a difference in meaning. For example, a glass – стакан. Glasses – очки. A paper – газета. Papers – документы. То есть некоторые существительные могут использоваться как и исчисляемые, так и неисчисляемые. В зависимости от различий в их значениях. Many uncountable nouns can be made countable by adding a partitive. То есть присоединение какой-то частицы. A piece of, a bottle of, a sheet of, a box of и так далее. Always look it up in the dictionary. Всегда смотрите в словарях. На слайде даны три словаря, которые вам помогут. Итак, перейдем к артиклям. The article. Артикль – это определитель имени существительного. Употребляется он только с именем существительным. Существует два вида артикля. Это определенный артикль the – the definite article. И неопределенный артикль an – the indefinite article. Неопределенный артикль. Произошел он от древнеанглийского числительного 1. Употребляется только с исчисляемыми существительными в единственном числе. Сопомните. И имеет две формы. A – A N. A ставится перед согласными. N ставится перед гласными. For example, A – a box. N – an apple. Как вы думаете, где нужно ставить A, а где нужно ставить N? A – a house. N – an apple. N – an uncle. N – a mouse. N – an university. N – a flower. N – a horse. N – an umbrella. N – an elephant. N – an hour. N – an hour. Почему N – an hour? Потому что hour – H-буква выпадает и остается только гласный звук. Hour. N – an orange. Итак, давайте же разберем, когда нужно использовать неопределенный артикль. Неопределенный артикль используем, если... Первое. Имя существительное выражено подлежащим. A – после конструкции there is the worst. For example, there is a plane in the sky. There was a blue car on the table. B – в значении любой, всякий, каждый. A dog is an animal. Собака – это животное. То есть любая собака, всякая собака, каждая собака является животным. Именно поэтому вы ставите неопределенный артикль. Итак, следующий случай, когда мы используем неопределенный артикль A либо N. Если имя существительное выражено именной частью составного сказуемого после to be, to look, to seem, to become. For example, he is a student. She has become a teacher. He looks a happy child. Неопределенный артикль также используем, если... Имя существительное выражено дополнением после глаголов to have, to see, to show, to give, and to like. A – в значении, когда один. For example, give me an apple, please. Дай мне яблоко, пожалуйста. Дай мне одно яблоко, пожалуйста. B – для описания однократного действия. Let's have a swim. Let's have a swim. Давайте поплаваем. Восклицательных предложениях. What a picturesque valley. What a deep lake. То есть, при восклицании мы используем неопределенный артикль. Пятый случай, когда неопределенный артикль используется – это при наличии описательного определения. For example, it happened in a little town. Это случилось в маленьком городке. Маленький является описательным определением. Little. Во всех вышеперечисленных случаях, исчисляемые имена существительные во множественном числе, а также неисчисляемые имена существительные употребляются без артиклей. Запомните это. Итак, перейдем к определенному артикулю «the». Произошел он от древнеанглийского указательного места имени «that». Употребляется с именами существительными как в единственном, так и во множественном числе. Имеет одну форму «the», которая произносится «the». Не «the», не «c», а «the». «The» – перед согласными и «the» – перед гласными. Итак, перейдем к определенному артикулю «the». Итак, когда мы используем определенный артикль «the». Первое. Когда существительная известная ситуация, либо из контекста. Close the door, please. То есть, имеется в виду закрыть определенную какую-то дверь. Закрой, пожалуйста, дверь. Тот, кто говорит, он имеет в виду определенную какую-то дверь. Именно поэтому мы используем определенный артикль «the». Close the door, please. Когда существительная уже употреблялась. I have bought some peaches. The peaches are tasty. То есть, peaches было в первом предложении, и опять же, о перстиках идет речь и во втором предложении. Поэтому используем определенный артикль «the». Третий случай. Когда существительная имеет при себе уточняющее определение. Here is the book I have told you about. Это книга, о которой я тебе говорил. Здесь идет уточняющее определение. Не описывающее, а уточняющее. Четвертый случай, когда используется определенный артикль. Когда существительное обозначает уникальный, единственный в своем роде предмет. The noun describes unique objects. For example, the sun rises in the east. Солнце восходит с востока. Солнце, оно единственное в своем роде, уникальный предмет. Именно поэтому мы к нему присоединяем всегда артикль «the». Пятый случай. Когда существительное обозначает целый класс лиц или предметов. For example, the tiger is in danger of dying out. Тигры на грани исчезновения. Имеется в виду весь класс этих животных. Не определенный один тигр, а весь класс. The tiger. И шестой случай, когда мы используем определенный артикль, это когда существительное является обстоятельством места. For example, Jane is in the library. Jane is in the library. И для закрепления данного материала, вам нужно дома выполнить два упражнения. В обоих упражнениях нужно вставить артикль там, где необходимо. Дальше. Так, спасибо за внимание. До свидания.